Чудо противоречит не законам природы, а лишь нашим представлениям о законах природы. Так писал блаженный Августин. И действительно, мы практически ничего не можем сказать о том, как Бог действует в мире. Но чудеса показывают нам необъяснимый Божий промысел, а наши герои рассказывают о действии Бога в своей жизни. Икона Богородицы Неопалимая Купина в селе Вознесенье – настоящая святыня Калужской области. В селе Вознесенье совершаются чудеса у чудотворной иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Так у Алины и Петра, героев нашего следующего сюжета, диагностировали рак. Во время пандемии они заболели коронавирусом. И вот тогда они со слезами обратились с молитвой к Пресвятой Богородице. Наш корреспондент Екатерина Подгорная поговорила с ними и подготовила удивительный проникновенный сюжет об этом. Давайте вместе посмотрим. «Все проходит, пройдет и это» написано на кольце Алины Красовской. После страшных испытаний фраза царя Соломона стала главным жизненным девизом женщины. Это украшение она купила в Абхазии, паломничья по святым местам. Признается, если несколько лет назад ей рассказали, что она добровольно выберет такое путешествие, не поверила бы. Когда я заболела, мне было 36 лет. Я вела ужасный образ жизни. То есть я не делала ничего плохого, но я просто жила по принципу спать, жрать, покупать. Вот я других слов не могу сказать. Около 4 лет назад Алина стала замечать сильную одышку. Особого значения этому не придала. Но когда пошла к врачу, обнаружили рак легкого. Диагностировали сразу четвертую стадию. У меня не было вообще мысли, что может быть такое серьезное заболевание. И вот как в фильмах говорят, жизнь поделилась на до и после. С одной стороны, это дикий ужас, паника, страх, и ты боишься умереть больше всего. Но в то же время ты в этот момент больше всего ценишь самое главное, что есть у человека – жизнь. Когда Алина вышла из больницы, к своему удивлению, первым делом записалась на танцы. Это была ее давняя мечта, которую она почему-то многие годы откладывала на потом. Если врач сказал, что я, может быть, недолго проживу, но глупо, если я умру и не потанцую. Болезнь меняла поведение. То прогрессировала, то отступала. Метастазы стали поступать в позвоночник. Тогда у Алины сильно болела спина. С каждым днем женщина становилась хуже. Ей казалось, что еще немного, и ее жизнь прервется. И мне знакомый, желая помочь, предложил, говорит, есть храм в селе Вознесенье. Говорит, съезди, помолись. Я говорю, Дим, да я не сильно воциркуленный человек. Друг Алина знал, что этот храм только восстанавливают, и несмотря на полуразрушенное состояние, в него приезжают паломники со всей страны. Потому что есть множество свидетельств, чудес и исцелений. И Дима мне говорит, съезди, помолись вот так, как ты говоришь, своими словами. Я приехала, помолилась. Ну, и потом я прихожу к врачу, он говорит, у вас все нормально. Алина приезжала к нам тоже, ну, такая была, как сказать, испуганная. Потому что когда ставят диагноз, понятно, что человек опускает руки. Диагноз поставили, она, естественно, испугалась. И потом она приезжала часто. После поездки в храм Алина чувствовала себя лучше, начала восстанавливаться. Даже нашла силы, чтобы подготовиться к своему дню рождения. В прошлом году, на мой день рождения, я заболела коронавирусом. И болезнь прямо резко, ну, то есть прям скачком за 2-3 дня, и я попала в больницу. И прямо на свой день рождения у меня, то есть полностью отключились легкие, 95% было. И последний момент, который я помню, просто вот я отключаюсь, врач кричит, реанимацию срочно. И, а я хватаю медсестру вот так за руку, говорю, я сегодня не умру, у меня день рождения. Тогда мама Алина позвонила Галине, хранительнице чудотворной иконы Неопалимы Акупина. В слезах рассказала о состоянии дочери, попросила молитву о здравии образа в храме Вознесения Господня. Врач говорит, шансов, ну, очень мало. То есть, говорит, 48 часов или да, или нет. И мама позвонила вот Гале, Гале, говорит, мы помолились, и все. И прошло меньше суток, и я вернулась в сознание, и все. И вот маска эта, я смогла дышать сама. С молитвой Алина пошла на поправку. Впереди у нее еще предстоит лечение. Но она постепенно возвращается к привычной жизни и снова начала ходить на танцы. Для женщины и всех ее близких то, что она выжила, это самое настоящее чудо. А самое главное чудо – у Алины появилась искренняя вера в Господа и любовь к жизни. Не ценила, ну, как бы все казалось, что надо вот жить когда-то. То есть, потом вот купим машину, будет там хорошо, или надо переехать, или еще что-то. А сегодняшний день радости не приносило. Или, ой, надо похудеть, там надо и... Ну, все время было постоянное уныние. И, возможно, и со мной, ну, как бы то, что произошло, оно и произошло к лучшему. Потому что это уныние закончилось одним днем. И появилась радость, надежда, вот вера, любовь. Спасаешь, и не дружно, и врачуешь, и скорбящую тещу. Теперь Алина занимается своим здоровьем, путешествует по святым местам. И считает своим долгом помочь восстановить храм в селе Вознесения. Ведь именно после молитв в этом месте ее жизнь стала наполнена чудом. Это ведь и чудо, да, и такой диагноз, и операции. Кому-то сказать, что у меня 4 операции на головном мозге, я хожу на танцы, и сюда я приехала сама, и своими ногами, и уеду, и вижу, и слышу, и все. Главное не унывать, никакого уныния, а против радости нет никакого оружия. Продолжение следует...